Есть вещи, которые не измеряются деньгами, но имеют в жизни человека важное значение. Так в завидном занимаются с детьми, верно считая, что дети – наше будущее. И вкладывая в них сегодня такие понятия, как любовь к родному краю, его природе, любовь к своей стране, будет отдача в будущем. На базе клуба работает военно-патриотический клуб «Вымпел». Военное патриотическое воспитание в настоящее время в России набирает обороты. Мы, так же, как и государство, хотим участвовать в военно-патриотическом воспитании молодежи. И так же видим, что нашим детям нужно прививать любовь к родине и любовь к той истории, к тем победам нашим, которые были достигнуты и получены очень серьезной ценой. Участники патриотического клуба имеют возможность проявить свои боевые навыки, играя в пейнтбол. Игра увлекательная, но не так-то просто попасть даже в неподвижную мишень. Мы сами попробовали пострелять в так называемом тире. Лишь с пятого выстрела мне удалось попасть в пластиковую бутылку. А еще в «Завидном» работает клуб «Юный ихтеолог». Узнавать новое о рыбалке и об основном предмете рыбной ловли ребятам очень нравится. Дети приходят, нам, как правило, и говорят, что нам неинтересно, мы все знаем. А когда мы начинаем рассказывать им, когда уже наши инструктора начинают говорить, где, как, на что можно, понимаете, что кроме лески обычно она бывает толще, тоньше, что поплавок должен быть такой, а спиннинг может быть другой. Они очень интересуются этим. Потом в последующем уже приходят, приобретают удочки свои сами. И уже по выходным даже работают инструкторами у нас на водоеме. На базе загородного клуба для ребят сельского поселения Булатниковской ежегодно проводятся состязания по рыбной ловле на приз главы поселения. Это мероприятие полно эмоциональных красок, позитивного настроя и детской радости. В прошлом году, по-моему, около 15 семей было. В этом году, я думаю, что уже как минимум в два раза больше будет семей не только с нашего поселения, а уже есть заявки даже с Москвы. В принципе, не только участники патриотического клуба или юные их теологи могут насладиться возможностью приобщения к природе. Местные жители давно облюбовали Завидновский маленький зоопарк и детскую площадку. Политика клуба такова. Эти радости должны быть доступны для всех. Виктор Кочешков с внуками Пашей и Лизой каждый день приходят сюда. У ребят даже появились свои любимцы. Кто тебе здесь больше всего нравится? Качача. Ногоки. Я хочу. А звери какие тебе больше всего нравятся? Или птички? Кто нравится? Птички. Здесь очень хорошо, прекрасно. Я бы пожелал всем, кто хочет, конечно, сюда приезжать. А-а-а-а. Еще одно место, которое с каждым годом преображается – водный парк Лотос. Неспроста он имеет такое название. В момент нашего приезда Андрей Букин душа и сердце этого местечка сажал лотосы. Семечка может пролежать десятки, сотни лет, прежде чем прорастет. Как мы видим, у нас здесь все это проросло, уже с корешками. Мы будем их специально, вот такие посудины для них. У них очень большой кукулий. Ориентировочно вырастает. Где-то вот такого размера весит килограмм. Очень питательный, много крахмала и, скажем так, хлеб будущего. Считается, что лотос – цветок богов. Это одно из самых древнейших растений на Земле. Андрей Букин оказал мне большую честь, позволив посадить один цветок. Здесь же, на противоположном берегу Торечевского пруда, можно увидеть аллею из 70 сосен по количеству послевоенных лет. Аллею высадили к юбилею Победы. Это еще одно большое дело, отраженное в проектах «Активная Подмосковья» и «Облик Подмосковья». Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видное ТВ.